Говорим о том, как проверять объявления, делать сервис экологичнее. Вместе с руководителем группы контроля качества юридических лиц автору Анны Афанасьевой. Давайте поприветствуем Анну. Здравствуйте. Я сидела, готовилась к этому выступлению. Хочу сказать, была невероятно уверена, думала, приду, не буду волноваться, вспомню все слова. Но не тут-то было. Выступать все равно придется, поэтому давайте знакомиться. И, в общем, начну я свое выступление с того, что я расскажу, кто я такая. Да, меня зовут Аня, и я та, кого вы все не любите. Это меня, вы вспоминаете, возможно, очень плохими словами. И, возможно, мною вас пугают либо ваших дилеров, либо ваших менеджеров в салонах. Да, это я. Ну, а если серьезно рассказывать более подробно, то через 4, по-моему, месяца будет уже 10 лет, как я работаю в модерации авторушечки. Я начинала одна, представляете, да, вот это была я 10 лет назад проверяла и модерировала все объявления. Сейчас у меня огромная команда ребят, которые просто обожают автомобили, могут назвать вообще любые параметры, которые только хочешь от них узнать. В общем, совершенно замечательные ребята. Ну и теперь я недавно стала заместителем руководителя и еще не привыкла к новой должности, поэтому всегда называю себя по-старому. И сейчас я заместитель руководителя качества во втору. Ну и зачем я, в принципе, здесь сегодня собралась? Чтобы рассказать, чем мы здесь занимаемся во втору, именно в модерации, зачем мы вообще нужны. И хотела бы я вам рассказать, что мы на самом деле не бяки, не буки, не вредины. Вы нас называете, я думаю, точно не такими словами. Хочу развеять все эти мифы сегодня, так что давайте пристегивайтесь, будет интересно, погнали. В первую очередь вся наша работа направлена на пользователя. Мы хотим, чтобы наш пользователь был счастлив, получал качественный контент, был максимально счастлив, как в Доме-2, знаете, хотим, чтобы все были счастливы. Наша работа направлена именно для этого. И мы прилагаем максимальное количество усилий, чтобы это осуществилось. Здесь еще есть один блок, который не показывается, потому что про него нельзя рассказывать. Это наши внутренние сигналы, которые мы получаем, чтобы проверить какие-то объявления. Поэтому расскажу вам то, что рассказывать можно. Мы проверяем жалобы пользователя, потому что для пользователя нашего любимого, прекрасного, это единственный инструмент оставить обратную связь о том, что он видит на сервисе. Очень часто они даже пишут отзывы про дилера в целом, не про автомобиль, а дилера в целом. Однажды я читала жалобу на один мотосалон в Москве, по-моему, или в Московской области, где говорили, что менеджер по продажам Иван два дня подряд пьяный. В общем, было и такое. Они не знают, куда идти, поэтому пишут нам. Мы всячески эти жалобы читаем, проверяем. Если мы можем что-то исправить, и это в наших силах, мы, конечно же, редактируем эти объявления. Ну а если мы не можем ничего поправить, к сожалению, мы эти объявления блокируем. Итак, как я уже сказала, мы крутимся вокруг пользователя. Хотим сделать так, чтобы ему было хорошо, но всем же интересно, кто же они такие. Кто эти жалобщики, ябеды, которые оставляют жалобы на ваше прекрасное объявление. Пойдемте посмотрим. Как вы думаете, здесь у нас будет несколько таких интересных разделов и моментов, но вначале я вам хотела бы рассказать, что заспойлерить, что же нас все-таки сегодня здесь ждет. В первую очередь вам придется почитать, так что иногда придется выныривать из телефонов и смотреть на прекрасный экран. Будет интересно, поверьте мне. Здесь у нас стилистика и орфография авторов жалоб ябед будет полностью соблюдена, поэтому если будут какие-то ошибки, все вопросы к ним, к тем, кто жалуется. Ну и, в принципе, здесь все примеры картинки будут непосредственно взяты по жалобам и вообще по объявлениям Сибири и Дальнего Востока. Ну и ничего я не буду скрывать. На первом месте, конечно же, жалуются наши прекрасные покупатели. Это самая большая доля жалобщиков у нас на сервисе. Жалобы они оставляют по единственной причине. Либо они позвонили, либо они приехали в салон, либо каким-то образом узнали информацию, которая им абсолютно не понравилась. Если кратко сказать про жалобщиков, то пишут, в принципе, те, у кого бомбит. Если все всем хорошо, никто никогда никакую жалобу не оставляет и проходят довольные, идут к своей покупке дальше. Так, ну покупатели, это все понятно. Кто на втором месте, как думаете? А, конкуренты. Да, действительно, это так. Дилеры жалуются друг на дружку. Поверьте мне, очень активно они жалуются. И я даже вам раскрою секрет. Я знаю, что у многих дилеров есть сотрудники, у которых KPI на день по оставлению жалоб на конкурентов. Вот такая вот у них нехитрая работа. Сидят и жалуются каким-то стандартным, возможно, нестандартным текстом. Ну и давайте с вами подумаем, кто же у нас еще остался. Оказывается, есть такое. Сотрудники жалуются на свой же автосалон. Вы не представляете? Мы были очень удивлены, но есть и такое. Здесь, что самое интересное, иногда борцы за правду и справедливость. Иногда жалуются, говорят, вообще-то уже продали. Я не знаю, почему не снимается это объявление. Иногда к нам жалобы от сотрудников приходят со словами. Здравствуйте, помогите. И там дальше какой-то текст. Я всегда читаю с опаской, потому что боюсь, что сейчас прочитаю. Помогите, меня здесь удерживают силы. На самом деле нет. Пишут про объявления. Странно, почему они не приходят в поддержку. Но мы принимаем все обращения, независимо от того источника, к которому они пришли. Ну, в принципе, мы с вами здесь посмотрели, кто же они такие. Давайте теперь мы с вами посмотрим, где же эти все ябеды живут. И нам тут поможет тепловая карта жалоб. И расскажет она, что в автомобилях с пробегом жарче всего у нас с начала этого года по конец 31 мая. На этот момент у меня были собраны все цифры. Жарче всего у нас было в Приморском крае. А если мы смотрим на автомобили новые, то у нас антициклон полностью переместился в сторону Новосибирской области и Омской. Тут прям была невероятная жарища. Хотелось бы, конечно, чтобы были заморозки, все похолодало, никаких жалоб. Но, увы, антициклоны у нас везде лютуют. Мы с вами посмотрели, кто такие жалобщики. Мы с вами посмотрели, где же они все живут. А теперь давайте посмотрим, когда же они все это делают. И здесь очень интересно я вам хочу рассказать, что на сайте Самарского государственного университета на кафедре психологии размещен график работоспособности сотрудников в течение недели, который работает по графику 5.2. Это у нас черные линии отмечены. И так у нас прекрасно видно, что есть продуктивные дни, когда работники полностью отдаются работе. А есть дни, когда они халявят и работают, ну так, в полсилы. И когда мы скачали все жалобы на Сибирь и Дальний Восток и отсортировали их по дням недели, то получилась очень интересная картинка. У нас жалобы примерно практически полностью совпадают. Ну там у нас только выходные дни, прям совсем спад идет. Практически полностью совпадают с графиком работоспособности сотрудников в целом. И так мы с вами можем прекрасно посмотреть, что в понедельник, вторник и пятницу люди работают, работают. И мало того, еще такие многозадачные, еще и жалуются активно, сидят на автору. Вопрос, как у них все это успевает, и как они все это умудряются вместе сделать. А с четвергом какая-то ерунда происходит. Они мало того, что не работают, так еще и не жалуются. Чем они занимаются, я в принципе совершенно не знаю. Ну в общем, короче, мы с вами посмотрели, когда же они это делают. Давайте теперь посмотрим, что же им всем не так. Жалоб на самом деле огромное количество. Мы попробовали их для вас скатеризировать, разделить на категории. Вот, великий русский могучий язык. Поделим на категории, чтобы вам было понятнее. И, конечно же, у нас есть и жалобы и на цену, и невозможность дозвониться, и на продано, и на не те фотографии. И у нас есть еще таинственное другое, выделенное черным цветом, оно второе по популярности. К этому я вернусь. Как говорится, оставайтесь, не переключайтесь. Ну что, погнали посмотрим. Начинает самое интересное. На первом месте у нас ошибка цены. И, конечно же, здесь полностью все жалобы направлены на цену. Однако здесь есть очень интересный момент, поэтому каждый раз смотрим поподробнее. Самое ожидаемое, самое понятное, на которое кажется, что не нужно даже обращать внимание, ну, не то чтобы обращать внимание, а много про это рассказывается, что и так всем это ясно, это жалобы на цену. Когда позвонил, приехал в салон, узнал о объявлении. Цена одна, а на самом деле другая. Здесь очень сильно негодует покупатель, оставляет жалобы. И, кстати, здесь мы встречаем наибольшее количество нецензурных слов и выражений, потому что покупатель очень сильно бомбит. Я ехал через 200-300 километров, приехал, а тачка вообще стоит в 10 раз дороже. И вообще, что это такое происходит? Есть еще один интересный момент, который я хотела бы обратить ваше внимание. Жалобы на скидки. Вот, казалось бы, что может быть проще? Для пользователей, которые добавили ваше объявление в избранное, вы знаете, можно сделать рассылку по вот этим вот классным сердечкам в личном кабинете автору. И многие дилеры это делают, рассылают рассылку, в которой можно написать там, дружочек, приезжай, только для тебя скидка там 10-15 тысяч рублей. Или там, если купишь сегодня колеса в подарок, назови кодовое слово, тебе будет счастье. Дружочек-пирожочек приезжает в автосалон, менеджер отдел продаж, говорит, я ничего не знаю. В общем, короче, как есть, так и покупай. Здесь хотел бы обратить внимание, что если наладить взаимодействие между маркетологами и ребятами из отдела продаж, то это будет очень классно. И, во-первых, пользователь будет чувствовать, что да, действительно, лично для него вот такую вот скидку пообещали незначительную, и он будет чувствовать себя максимально воодушевленным и не будет чувствовать обмана, потому что в случае, когда пришло сообщение и скидок не дают обещанных, здесь обман кажется прям личным, конкретным, потому что обманули именно меня. Ну, и я сказала, что здесь эта жалоба самая эмоциональная, но еще и именно здесь, когда у нас происходят нестыковки с ценой, мы получаем наибольшее количество фраз, которые содержат слово «мошенник». Ну, это ясно-понятно, да, проблема с ценой, конечно же, это мошенник, потому что по-другому не может быть. И давайте с вами поиграем, как вы думаете, какие варианты написания слова «мошенник» мы читали в наших жалобах. Попросим компьютеру брать неверный вариант, он ничего не сделал, потому что угадали все, действительно, все варианты. Пишут по-разному, мы стараемся читать и разбираться все, что они написали. И вот пример. Недавно совершенно получили вот такую вот жалобу. Что же мы делаем, когда мы такие жалобы получаем? В первую очередь мы читаем, потом читаем еще раз, потом еще раз, потом пытаемся понять, что же нам хотели тут сказать. И когда мы все-таки разобрали, что же нам тут был за посыл, мы уже эту жалобу обрабатываем нужным образом. Кто понял, тот молодец, может откликаться к модератору, потому что кажется, вы тот человек, который нам нужен. Уходим от наших мошенников и жалоб на цену. У нас еще одна популярность, по эмоциональности жалоба, которая у нас присутствует, это жалоба на автомобиль, который продан или нет в наличии. Когда я выбрал прекрасную машинку, это именно она моя замечательная, я хочу ее, я приезжаю в автосалон, либо я звоню, а мне говорят, что она уже продана, либо ее еще нет, и вообще она не приехала. И тут опять-таки я чувствую себя бесконечно обманутым. Отманчики-мошенники тут у нас, кстати, тоже по популярности, они вторые после цен идут, в жалобе встречаются. Ну и, соответственно, люди очень сильно негодуют. Наши покупатели присылают нам невероятные подсказки, чтобы мы работали еще лучше и эффективнее, потому что, на самом деле, когда мы получили эти жалобы, мы поняли, как мы до этого раньше жили. Как понять, что автомобиль не в наличии? Тут вот не очень хорошо видно, на самом деле стоит город Новосибирск, и статус у него в наличии. Прекрасный человек сказал, что если пальмы, то это, конечно, не Новосибирск. Ну и на фото солнечная погода, такого, конечно же, не бывает, можете посмотреть за окном, если солнца нет, то солнца нет, это Россия. Если солнце, значит, это точно не Россия. Мы всегда прислушиваемся к нашему пользователю, и все советы, которые он присылает, обязательно используем, потому что как же без них. Мы с вами посмотрели жалобы, когда человек позвонил, либо приехал в автосалон. Есть ситуации, когда покупатель дозвониться не смог. Если мы взглянем на левую сторону нашего слайда и посмотрим вначале на звоночки, то я хочу вам сказать, что по Сибири и в основном из Дальнего Востока у нас очень большое количество недозвонов. Это 43% от всего трафика. Почему? Ясное дело, здесь у нас разница во времени идет. И хочу вам сказать, одна треть всех жалобщиков жалуются, потому что они звонят в нерабочее время автосалона. Они не понимают, что салон уже закрыт, у него там ночь. Им все равно, они хотят. Я их называю здесь и сейчас. Я хочу поговорить здесь и сейчас. И будь добр, поговори со мной, неважно, что ты уже не работаешь. Две трети жалоб, которые мы получаем из раздела, не дозвонились. Это у нас жалобы, когда менеджер был занят. И это тоже, видите ли, раздражает покупателя. Как-то так он с кем-то еще на проводе со мной поговорить не может. Они тоже негодуют. Либо просто кто-то дилер трубку не берет, не взял, и они надеются, что он ему позвонит, но такого не происходит. Согласитесь, всех этих недозвонщиков было бы классно догонять звоночком, когда менеджер освободился, либо когда салон начал работать, открылся на следующий день утром. Ему будет классно, ему будет приятно, что про него вспомнили, его не упустили. Это прям вот просто шаг навстречу потенциальному покупателю. Ну и еще я вам хочу рассказать про такую штуку. Нигде еще не рассказывала. У вас прям сегодня дебют. Будет супертайно интересная информация про чаты. Мы смотрим и туда. И, кстати говоря, в Сибири и в основном на Дальнем Востоке чаты очень сильно раскачиваются. Они становятся очень популярными по количеству в целом. Вот здесь опять же такие объяснения, разница в часовых поясах. Они прям там очень хорошо так качают. Вот в чатах у нас, качественных чатов, назовем это так, хороших чатов, 97%. Что это значит? Там нет спама, нет флуда. Туда не пишут просто так те, которые хотят поболтать. Там чисто конкретно подделан пишут про тачку. Получают ответ, также чисто по тачке. И конверсия в контакт в этих чатах 50%. То есть в итоге покупатель с дилером договорились, обменялись телефончиками, либо записались на визит, либо ушли, прости господи, в WhatsApp общаться дальше. Что еще тут я могу рассказать, что в чатах мы стали получать жалобы на дилеров. И у нас уже есть первый заблокированный чат у дилеров Дальнего Востока, потому что он начал оскорблять покупателя, причем первый начал. Было очень смешно, действительно он первый начал. Покупатель просто сказал, что вообще-то дороговато. Дилеру это не понравилось. Я это видела, простите, у меня глаза вытекли. Такие фразы я видела впервые. И еще здесь интересный момент. Тот же мой самый любимый пример. У нас есть дилер, который пользуется сторонние приложения, агрегаторы чатов, с помощью которых ты можешь отвечать в чатах различных, скажем так, компаний, в которых они есть. В общем, дилер пользовался этим сторонним приложением и когда-то написал покупателю, записать ли вас к нам на визит в салон. Покупатель сказал нет. И тут произошло страшное. В общем, программа глюкнула. И в течение двух минут эта программа, вот этот агрегатор чатов, отправил 351 сообщение, точно такое же, записать ли вас к нам в салон на визит. И на 350 раз покупатель сказал, запишите. Это работает. Чаты реально работают. Только, пожалуйста, очень часто так не делайте, потому что эффект будет обратный. Короче, в эффект в эпоху сейчасошних новых технологий, учитывая то, что сейчас все переходят в онлайн, кажется, что на чаты очень много нужно сейчас обращать внимания, тем более, что они позволяют дотянуться до покупателей в другом часовом поясе, когда телефонные звонки не очень удобны. Мы поговорили с вами про тех, кто не дозвонился. Давайте перейдем с вами к таинственному другому. Что же там такое? Чаще всего пользователям раздражает, когда на фотографиях в описаниях такая красивая, просто замечательная конфетка. Они приезжают, она вся ржавая, пороги гнилые. В общем, у них там все очень плохо и все потерто. И, в общем, со всех мест у них там утечет и масло, и все на свете. И тачка на самом деле не такая красивая, как в жизни. Что они делают? Пишут нам, как будто мы, ну, соответственно, что-то можем помочь. Мы можем только в свою очередь рассказать дилеру о том, что так делать не нужно, что я вам сейчас, в принципе, делюсь этой информацией. Пользователи очень хотят видеть реальные фотографии, реального автомобиля в том состоянии, в котором есть и сейчас. Есть, кстати, очень интересные жалобщики, которых раздражает. Например, там, знаете, когда даже последняя циферка в пробеге не совпадает, в объявлении там, например, там 158 699. Он говорит, вообще-то уже 700. Моя любимая картинка. Знаете, если ее вставлять в поисковики и говорить, расскажи мне, что ты видишь на этой картинке, то искусственный интеллект говорит, что это тачка под покрывалом или тачка под простыней. Вот. Мы их, в принципе, так у себя и стали называть. Очень многие дилеры спешат разместить объявления об автомобиле, но отфоткать красиво не успели. У них есть такая стандартная картиночка, нарисованная машинка, накрытая вот этой вот прекрасной простыней, и они бегут срочно ее размещать, как будто бы это поможет продавать. Нет, не помогает. Во-первых, покупателям это неинтересно, что реальных фотографий нет. А, соответственно, и звонить, они тоже по ней не хотят, потому что неизвестно, что там за кот в мешке ждет за этой простыней его. Ну и, соответственно, когда время уже прошло, и вы отфоткали свою машинку, загрузили реальные фотографии, объявление-то уже уехало вниз, и оно не такое актуальное. И уже, соответственно, просмотров таких не будет. Так что, пожалуйста, лучше не торопитесь. Лучше классную фоточку сделать сразу, загрузить ее, и тогда это сыграет намного лучше. Ну и еще такой момент, плохое описание. Я его называю описание без любви или без души. Это когда вставляются во все объявления стандартное скупипащенное описание, в котором очень мало слов про машину, либо стандартные шаблонные слова. И там очень много про салон, у нас Wi-Fi, есть и парковка, и вообще мы такие классные. Да, про салон это классно, но пользователю очень нужно читать то, что вы пишете об автомобиле. Особенно про автомобиль с пробегом здесь речь. Они хотят видеть уникальные особенности автомобиля. Перечисление его конкретных опций. Что там у него, я не знаю, какая резина идет в подарок, какая стоит, какое у него в принципе техническое состояние или еще что-то. Им это очень нужно, очень важно, когда просто стандартная фраза, ну типа автомобиль в хорошем состоянии. Ну все они в принципе в хорошем. У каждого понятие хорошие, те разные. И сейчас я бы хотела вам продемонстрировать пример такого объявления. На просторах автору их, к сожалению, много. Вот этих вот описаний стандартных без любви, которые вставляются просто не глядя везде. Запомните, как выглядит этот автомобиль. Вот здесь вот комментарии продавца, там как раз вот этот вот стандартный текст. И я сейчас вам покажу, что будет. Мы взяли эти комментарии продавца и положили его, знаете, сейчас можно генерить словами картинку. Все технические параметры из объявления мы положили. И все описание. Вот такая. Вот такая она представляется у покупателя в голове, когда он видит описание и без ДТП, и два собственника, и отличное обслуживание. Мы вспоминаем, какая она была там. И представляете, у покупателя разрыв шаблона. И он такой, блин, может все-таки она как в описании, может фотки они перепутали. Я надеюсь, что она будет лучше в жизни, чем на самом деле. И еще один такой же пример. Ну вот в принципе здесь там тоже у меня было описание без любви. И то же самое у нас происходит здесь. Здесь красивая картинка на самом деле. Никак не вяжется с описанием, которое дилер здесь разместил. Вот она какая красоточка. Блин, даже мне нравится. Что я бы вам хотела здесь сказать. Не надо так делать. Стандартные описания на самом деле никогда не привлекут покупателя. Их привлекут какие-то особенности автомобиля, которые вы перечисляете. Недавно прям совершенно Дима рассказывал, что есть кнопочка сгенерить описание. Она вам поможет. И это будет в 100 раз лучше, чем стандартное без ДТП, отличное состояние и всякое такое прочее. Она перечислит уникальные особенности автомобиля, которые отмечены у вас в тех параметрах, либо по состоянию на фото. Что же еще? Про фото у нас очень много всевозможных жалоб. Это, конечно же, в первую очередь, когда фотка и тачка более лучше комплектация, размещают ее, соответственно, там внутри все более дешевой комплектации. Здесь очень сильно раздражает, знаете, в новых автомобилях, когда самая топовая люкса, такая вся с кожей, со всеми делами. А размещена она еще и на механике, еще и там тканевый салон, и совершенно покупателю непонятно, что же в итоге продается. Еще один момент, который хотел бы обратить внимание, когда фоточки от одного, описание от другого, от их параметра от третьего. Бывает и такое. Это просто вообще взрыв мозга. И здесь вопрос уже у пользователя, а нужно ли мне вообще доверять такому дилеру, который сам не знает, что он продает. Мы все это обрабатываем, все эти жалобы проверяем, обрабатываем и, соответственно, стараемся, пытаясь понять, что же хотел предложить дилер, какое объявление он хотел разместить, и редактируем его. Ну и как без ценных советов, рубрика ценных советов от пользователей у нас продолжается, когда мы их обрабатываем, соответственно, тоже складываем в копилку и потом уже применяем, как правило. Так, например, тот один пользователь не мог пройти мимо и сказал, что вообще-то, когда дверь считаете, надо пальцы загибать, тогда будет три. Там был пятидверный автомобиль размещен. В категории пятидверного автомобиля были фоточки трехдверного. Мы все это берем, конечно же, на вооружение, потому что без наших прекрасных пользователей по-другому никак. Сейчас я вам расскажу, что же мы в итоге поделали со всеми этими жалобами, которые получили с начала этого года. 168 раз мы позагибали пальчики, чтобы двери посчитать. 220 раз мы посчитали педальки, взяли правило про пальчики на дверях и подумали, что педальки тоже можно посчитать, чтобы отличить механику от автомата. Два или три, все-таки там до трех мы считать умеем. И 3836 раз посчитали пальмочки или поискали солнышко на фотографиях. По-другому то, что никак не понять, в итоге, где автомобиль. Что же мы редактируем всего? Конечно же, фотографии вокруг них я сегодня все время кручусь и рассказываю вам. Вспоминаем про то, что я говорила. Это у нас тачки под покрывалом или простыней. Это когда у нас фотография одна, описание другое, там еще на фото третье. Ну и да, откроется ящик Пандоры. Вы многие сейчас узнаете себя. И такое. Такое нельзя. Потому что, во-первых, это реклама. Но на самом деле это некрасиво. И пользователям, что самое интересное, это абсолютно не нравится. Мы получаем жалобы на это, потому что все вот эти вот налепленные картиночки мешают разглядеть автомобиль. И на самом деле пользователю это совершенно не нравится. Чтобы не быть голословным, я вам сейчас хотела бы показать пример, когда мы подобную фотографию… У нас там есть миллионы возможных вариаций. Кто что пишет на фотографиях, мы удаляем такие фотографии. Иногда мы не супер быстро добегаем, мы удаляем ни в первый день, ни в момент прям размещения. Почему, спросите вы, потому что в первую очередь у нас есть наши замечательные одманщики-мошенники, мошенники. В первую очередь взгляд на них. Когда мы посмотрели немножко в другую сторону, увидели такие фотографии, и фотографии мы эти удаляем. И что самое интересное, что после удаления таких фотографий просмотры на самом деле растут. Вы все это можете посмотреть у себя в личном кабинете под каждым объявлением. Таких примеров очень много на самом деле. Здесь прям ситуация точно такая же. Удалили фотографии, и просмотры выросли. Если вы не верите, попробуйте перестать делать такие картиночки, грузить их и посмотреть. Вообще в целом на динамику, поверьте, она вам очень сильно понравится. Последний самый интересный момент, который бы хотела отметить в рамках фотографий, это, конечно, красота. Без красоты никуда. Я знаю, что очень всем хочется разместить одетую или не очень девушку на фотографию. У меня есть примеры более откровенные, но у нас тут все-таки возрастной ценз 0 плюс на конференции, поэтому мне не разрешили. Политкорректно ставим такую более-менее одетую, но есть варианты, когда там прям ого. Что хочу сказать, что красоту все люди ценят по-разному. И даже на милых, прекрасных девушек поступают жалобы, потому что не всем красота это заходит. Ищут все-таки недостатки у этой милой дамы и перечисляют их. Еще наши пользователи настолько суровы, что мы получаем жалобы следующего рода, что она стоит, а мне вообще-то интересно, если там сколы, трещины, всякие царапины, я сейчас про автомобиль говорю, а она стоит и мешает мне и загораживает осмотр. Я хочу посмотреть на тачку, и если ее там поставили, по-любому там какой-то косяк или вмятина. Все это мы получаем, все это мы читаем, и все это мы обрабатываем. И соответственным образом это, к сожалению, удаляется. После таких красивых слайдов, я уже не знала, какой бы слайд собрать, чтобы он набрал только столько же лайков и просмотров, поэтому просто скажу, что все, что мы делаем, это мы делаем, потому что любим вас, потому что любим наших пользователей и помогаем пользователям рассказать вам, что ему нравится, что ему хочется, а также помогаем вам и вашему объявлению, и вашему автомобилю попасть в самое сердечко иногда такого капризного, вредного, но такого любимого пользователя. Ну что ж, у меня на этом все. Спасибо. Анна, спасибо огромное. Искренние аплодисменты. Я, знаешь, что понял, что когда выступала, люди настолько были увлечены, что почти никто не задавал никаких вопросов. Есть буквально парочка из них. Какая конверсия чата из контакта в выдачу? Мы не изучали этот вопрос. Не могу вам сказать, потому что мы смотрели только чаты. И второй вопрос. Фото с рекламным блоком только на одной фото из 12-20, насколько… Что здесь написано? Не очень понимаю. Давай вместе разбираться. Фото с рекламным блоком только на одной фото из 12-20, насколько больше начинают смотреть фото без доп. информации? Константин, вы в зале же, да, по-моему? Можно я все-таки попрошу вас уточнить, что вы имели в виду? Вы, наверное, хотели спросить, сколько дальше прокликивают фоточек? Нет, вот смотрите. Вы говорите, что удаляете фотографии с рекламным блоком. Первый вот этот. Да. Как правило, по стандарту фотографируют 12-20 фотографий. Насколько больше начинают смотреть автомобиль, если вы удаляете первое фото? Это же было на слайде, нет? Про увеличение количества просмотров как раз таки. Сколько больше? Насколько больше? Может быть, я не увидел. И именно прям цифры для конкретного, ну вообще в целом. В среднем, да, в среднем. Я такую тоже информацию не скажу, потому что, знаете, очень интересный момент. Вот такие вот примеры, которые я показывала, диаграммка, она доступна в личном кабинете для активного объявления. И в тех объявлениях, где мы удалили первую фотку, практически все эти объявления где-то недели через 2-3 уже были проданы и сняты дилера. К сожалению, у нас еще есть, потому что мы не везде успели добежать и почистить вот эту всю красоту. Некоторые точно такие же объявления висят и еще до сих пор не продались. На самом деле вопросов больше нет. Эти аплодисменты, Ваша честь, Анна. Аплодисменты. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.